Всем привет! Сегодня в эфире малыш Альбунчик. Привет! Ладно, сейчас подождите, вырублю эту штуку. Мне забыть смешную. Итак, с вами Ольга Патракова, и мы сегодня поговорим о том, что мешает нам продолжать обучение. Как справиться с каким-то откладыванием, как справиться с промедлением, с саботажем. По пути расскажу, соответственно, как это делаю я. Вы, может, поделитесь тем, как вы с этим справляетесь, как вообще в целом вы себя мотивируете на делание того, что надо делать. Расскажу там про свои планы, что у нас там грядет в Новый год, про курсы расскажу, кому интересно. Вот уж в Новый год у нас огромный большой курс запускается, он уже точно будет. Привет-привет, солнышки мои, привет! У нас зима, я вчера записала уже сториз, по-моему, в Инстаграме, выложила, у нас снег выпал. Не знаю, как у вас, у нас прямо снег-снежище. Вот, да, привет, привет, Анечка, привет! Вот, да, ну давайте пока по теме я порассказываю. Смысл в том, что обучение, что просто ведение бизнеса требует каких-то усилий. Сегодня мне писала девушка одна, типа, вы знаете, я так к вам хочу, так хочу, но я, говорит, пока не могу, у меня нет заказов. У меня пока заказов нет, короче, вот, поэтому я все хочу, не помню, там, то ли диплом, то ли курс она хочет уже, вот, но заказов нет. На что я закономерно спрашиваю, типа, что делаете, как развиваетесь, как продвигаетесь, что делаете? Она такая пишет, ну, в смысле сарафанное радио? Вот, то есть у нее заказ там 1-2 в месяц, сарафанное радио. Вот, и, соответственно, следующий вопрос. Если сидеть и ничего не делать, то есть сарафанное радио, это ты делаешь что-то? Нет. Сарафанное радио, это какая загруженность от тебя лично вообще есть для того, чтобы продавалась? Никакая. Вот, и вывод здесь, в общем, такой, что если не сидеть и ничего не делать, то сидеть и ничего не делать, да, то оно и не будет продаваться. Сарафанное радио, к сожалению, да, довольно непредсказуемая вещь. Для того, чтобы сарафанное радио работало, надо запускать этот сарафан, надо делать, надо ходить в гости, надо рассказывать друзьям, в конце концов, да, надо просить друзей, чтобы они для тебя, про тебя рассказывали, надо навязываться, надо делать визитки, понятно? Но если уж ты таким образом решил развиваться, и тебе это проще, чем в соцсетях, то да, да, абсолютно точно, вот. И с обучением по правде один в один то же самое. Это из серии, да, Оля, я хочу делать торты, супер. Курс купила, отлично. Делаешь? Нет. Почему? Да потому что, да, что нет времени, нет сил, невозможно себя заставить. Я, привет, привет, Юля, да, я сижу, ничего не делаю, потому что что? Но, потому что у всех разная ситуация, ну, в большинстве своем, как я понимаю, да, вот, и сейчас вы мне все, вот все сейчас, все, кто смотрит меня, все абсолютно поймут, да, нам спать некогда. В большинстве случаев, вместо того, чтобы делать торт, особенно если ты только начинаешь, ты бы с удовольствием с огромным поспал. Вот реально бы лег и спал. Какие нахрен торты? То есть это я к чему? Ну, что в большинстве случаев мы настолько не обращаем на себя внимания, настолько не обращаем, привет, солнышки мои, да, внимание на там свои какие-то потребности внутренние, еще там на что-то, на отдых. Мы настолько затраханы работой, еще чем-то, что для нас любое обучение или развитие собственного бизнеса, я прямо равно между этим ставлю, что там и там делать что-то надо, да. Это дополнительная нагрузка, которую мы вынести уже не можем. Вот. И поэтому, если есть такая проблема, напишите мне, у кого есть проблема с тем, что висит груша, нельзя скушать, но к тому, что есть курс, или там есть, там, не знаю, знаешь, что надо бизнес, ну, начать как бы, да, есть действия, которые надо делать, а ты, блин, не делаешь. Не делаешь. Есть такая вообще? У кого? Напишите мне. Есть такое? Все такие, не буду я позориться. Ну, ладно, там что, никто не увидит. Я потом удалю комментарии. Вот. Есть такое вообще? У меня просто есть. У меня есть много курсов, которые куплены, вот, там, по клубу, по инфопродюсам, по маркетингу, по еще чему-то. Я их делаю? Нет. Почему? Потому что, блин, работа, что, еще, что, еще там что-то, и так далее, и так далее. Так, ну, все молчат тихоней у меня, все, да, скромные. Все все делают, да, все все делают вовремя, прям отлично, замечательно. Ну, хоть Лена сдалась, слава богу, Лен, хоть мы с тобой вдвоем две проебы. Вот. Юля пишет, я делаю, но ничего не успеваю. Юля, у тебя, ты знаешь, какая у тебя проблема, называется невозможность делегировать. Ничего. Ничего. На Большакова не смотрите вообще. Вообще не смотрите на нее. Вот. Так, Лена пишет, есть неправильно расставленные приоритеты, не знаешь, как выбрать, что первее. Лена пишет, перегорела. Лабутина пишет, есть. Да, перегорела, это значит сил просто внутри нет. Тут вопрос, не вгорела, горела и перегорела. Да, вопрос то, что просто пошли все в жопу, можно я буду спать, есть или там еще что-то, да. Ну вот, кто там про приоритеты писал? Лена. Да, про приоритеты. Сейчас у тебя сменились приоритеты. Вот это называется перегорела. Ну, на мой личный взгляд. Вот. Да. И поэтому, если ставить вопрос о том, как вылечить это, да, как все-таки делать. Да, вон пишет, Наташа, оборудование куплено начать не могу. Да, да, да. Да, как вылечить, как все-таки это делать, да, как делать. О, Большакова делегирует. У тебя два помощника. Ну, кисонька моя. Все впереди. Про делегирование. Если будут у тебя вопросы, задай мне в личку. Я тебе расскажу сейчас, чтобы не мешать эфиру. Ну, вот. Да. есть там несколько пунктов, как сделать это более, более, ну, как бы экологично, что ли. Да, вот. Ну, так вот, когда вы понимаете, что вы, ну, что-то не делаете из того, что надо делать, да, первое и самое главное, первое и самое главное, да, ну, если, да, полезные советы, надо же что-то там, пять советов же у нас сегодня. Вот. Это понять, что это не из-за желания, да, это не потому, что вы не хотите, не потому, что вы плохой человек. У меня вот такие загоны бывают. Вот, да, или там что-то ленивое, или еще какое-то. Вот. Это из-за того, что у вас в большинстве случаев, это, еще раз, дополнительная нагрузка, которую вы на себя взяли, но вы от себя ничего не отпустили. То есть, у нас, в принципе, в течение дня, ну, не знаю, как у вас, у меня не бывает свободного времени вообще. В принципе, то есть, я проснулась, я сразу в телефон, проверяю почту, что куда, сразу отвечаю этим, там, леденец, и так далее, и так далее, уроки, там, и поехала текучка поработать с персоналом, соответственно, провести планерки, запланировать вот это, потом мы куда-то едем, с кем-то общаемся, что-то делаем, вот, да, потом, ну, соответственно, курсы сами по себе, которые надо вести, или записывать, или готовиться, или презентацию делать. То есть, и у вас точно так же, у вас день полностью всем забит, если у вас есть, там, пять минут, там, десять, пятнадцать, повтыкать, например, там, в какой-нибудь сериал, то поверьте, это время поменять на обучение вы не можете, потому что, ну, блин, алло, иначе вы сдохнете просто, да, вот, меньше спать вы тоже не можете, да, и тут вот эта первая мысль, о том, что надо осознать, да, что, скорее всего, скорее всего, у вас просто на это нет времени и сил, вот, и это время надо прямо найти, то есть, надо прямо от чего-то, прости господи, отказаться, то есть, что-то не делать прямо, то есть, реально прям что-то не делать, чтобы у вас появились и силы, и время, лучше не делать что-то тяжелое, например, там, не готовить, сейчас все орать будут, да, не мыть посуду, не ходить на работу, вот, потому что не спать нельзя, не отдыхать нельзя, то есть, это нельзя, вот это нельзя отменять, Понятно? То есть ваша... Ну или там не делать какие-то другие, понятно, да, задачи, которые вы делаете, а делать вот это. То есть ваша внутренняя позиция должна быть вот именно про приоритеты, что вдруг вы выбрали заниматься этим, а не другим. Делать это, а не другое. Вот. Соответственно, дальше следующий момент, что мы обычно... Есть такое, да? Ну, короче, понятно, да, к чему я? Дайте мне обратную связь, понятно? Я вообще излагаю сегодня мысли. Или непонятно излагаю мысли. Я ж не знаю. Ну вот, доходит. Доходит, да? То есть что нет сил, да, сил. Дети жрать хотят. Да, ну, само собой, да. Я ждала. Еще мужья у нас есть, да? Или ты одна? Вот. Мамы, папы, сестры и так далее. Вот. Ты понимаешь мысль моя. Общая мысль о том, что мы должны посмотреть, что мы можем, где мы можем освободить ресурс. Потому что накладывать себе бесконечно, это невозможно. Вот я к чему, понимаете? То есть накладывать на себя, брать и это. То есть чаще всего, ну, просто я вот такую ситуацию наблюдаю. Человек работает на работе. Да, семья, дети, там все как положено. И такая думает, блин, давай я буду торты делать. Круто же. Вот. И когда честно задаешь вопрос, а у тебя сколько времени свободного есть? Типа, ну, вечером сколько? Ну, полчаса. Понимаете, да? О каком развитии речь идет? Не о каком. О каком развитии бизнеса идет речь? Не о каком. О каком, не знаю, торты поделать для образца, для знакомых потренироваться? Да не о каком. В том-то и дело. Ну, раз, два ты в неделю, но с таким темпом, понятно, да? Ты далеко не уедешь. Вот. И это надо прямо понять для себя, что если ты можешь выделять на новое дело, там, два часа в неделю, то новое дело у тебя примерно лет через десять сдвинется. Не раньше. То есть это прямо мало. 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 Вот. Юля пишет, это должно стать единственным источником дохода. Тогда быстренько все сделается. Юль, да? Да? Ну, ты же, ты понимаешь, это как? Это как вообще? То есть это работу бросить, в торты прыгнуть с головой. Не все такие, понимаешь, камикадзе. Не все. Юля вон не рассказывает, но я тоже не буду говорить, ладно, про квартиру. Вот, ладно. Не буду говорить там, кто квартиру купил у нас на тортах. Не буду говорить, пальцем не буду показывать. Вот, да? Но надо вкалывать, конечно, как додик, но это возможно и это реально. Вот. Лена пишет, что дети убираются, муж посуду мой, а времени все равно мало. Тут тоже вопрос, да, приоритетов. Но что-то, значит, ты же делаешь. Хорошо бы того, куда сняла. А вот, но что-то ты все равно делаешь. Да? Что твое время занимает? Вот. Да? Спишь? Ешь? Что? Да? Это еще раз. Это надо просто проанализировать для себя, понять, что я все-таки это хочу делать, да? Да? И попытаться найти резервы. Потому что из бесконечного накладывания на себя обязанностей ты, во-первых, чувствуешь неудовлетворенность. Ты понимаешь, что ты хотела и не сделала, и ты как бы закрепляешься опять в таком состоянии неудачника. А вот, позитивно это? Нет. Радует это тебя? Нет. Мотивирует, блядь, дальше идти? Нет. Ну, то есть, понятно, да, сам себя загнал в яму. Вот. То есть, такой момент. Добрый-добрый вечер, девочки. Вот. Лена пишет. Леденцы. Ну, вот леденцы, это, наверное, не то, на чем прям миллионы можно заработать. Хотя не мне судить про леденцы, да? Вот. Не знаю, насколько там моржа вообще адекватна силам на изготовление. Вот. Вон Аня пишет, что когда много всего навалилось, да, пытаешься все тянуть, да, но это реально, нереально. Не справляешься, да, Аня, я согласна с тобой. Вот. Делай перерыв, да, чтобы все наладилось, и всегда будешь продолжать. Да, это нормально, не переживайте. Вот. Да, что делаем? Итак, вопрос про энергию, я бы сказала, первое. Вот. И обычно, когда встает речь о недостатке сил, недостатке еще чего-то, первое, что всегда нужно подтянуть, это физика. Ну, то есть, физика. То есть, это надо прямо наладить режим питания. Сейчас все тоже зарыдали, да, наладить режим питания. Вот. Наладить режим сна. Вот. И наладить режим отдыха. То есть, для меня, например, большая проблема была сделать выходные. Вот. И когда я торты делала, соответственно, дома, когда только начала, и сейчас вот, когда курсы, да, реально сделать выходные, которые выходные. И тут тоже такой момент, что если ты не делаешь вот этот перепад работа-выходные, работа-выходные, да, то у тебя в работе меньше сил. Ты как будто бы, ну, вот я слышала такое, такое, короче, сравнение, как с батарейкой. Как будто телефон садится, а ты еще из него выжимаешь и выжимаешь, выжимаешь. А его надо на зарядку поставить и дать отдохнуть. Понятно? Да, чтобы он зарядился. То есть, вот такой там момент. Вот. Понятна аналогия, да? То есть, прямо наладить режим сна, отдыха и работы. И тут прикол, в смысле, я что, должна меньше работать? Да. По большому счету, если ты, ну, до этого, там, не знаю, работал все остальное время, да, ты начинаешь более продуктивно, более качественно, быстрее работать в рабочее время. Вот. И здесь, в данном случае, да, вы можете мне не верить. Вы можете делать все равно по-другому. Вот. И нас не всегда убеждает, ну, как бы, чужой опыт, да. И моя задача – дать вам, ну, какой-то выход, да. То есть, дать вам пример, тот, который работает на мне, тот, который работает на моих учениках, вот, да, чтобы у вас хотя бы какой-то вариант выйти из этого появился. Воспользуетесь вы им или не воспользуетесь? Я не настаиваю в данном случае. Понятно? Вот. День тюлень. Ну, я рекомендую, кстати, не тюлень, я рекомендую активный отдых, сменить геолокацию, то есть, прям реально выйти из дома, даже если очень хочется спать, спать на улице, ну, поняла, да, то есть, даже хотя бы до парка доползти, то есть, задача – сменить визуальные, как сказать, визуальные раздражители, чтобы там у тебя не твоя же стена была перед тобой, да, а что-то другое. У тебя там, ну, визуально другие образы, другие нейроны начинают работать, и, короче, мозг реально отдыхает, перезагружается, как бы. Вот, ну, там, если что, да, короче, наладить физику раз. Вот, понятно? То есть, прям отдыхать. Второе, что я тоже очень рекомендую, да, это как бы физически прямо посчитать время, да, когда я буду это делать. То есть, мозга, не просто я хочу, ой, давай, все, вали, да, а прямо вот выделить это время, что я буду заниматься, например, курсами, я буду заниматься развитием собственного бизнеса, там, не знаю, вести соцсети, делать образцы тортов, там, не знаю, изучать, опять же, какую-нибудь литературу, да неважно, YouTube смотреть, в конце концов, сейчас же много бесплатного, вот, да, когда я это буду делать, да, то есть, надо прямо назначить время, то есть, это у тебя должно быть, как, не знаю, как ко мне на вечерку ходят, да, то есть, там, три раза в неделю, два раза в неделю, раз в неделю, ну, день, например, да, и это не время отдыха, понятно, да, это не время отдыха, это другое время абсолютно, вот, да, самый, вот это важный момент, вот, да, и еще есть такая вещь, я бы сказала, наверное, это конкретно вот по обучению я заметила, бывает какой-то момент самоорганизации, вот когда ты дома, вроде бы надо, надо все делать, но ты как будто бы, как сказать, нужен тебе, ну, как сказать, ну, не мотиватор, ну, то есть, какой-то пинокль, как немножко подзаставить себя, что ли, вот, понятно объясняю? Как будто бы вот заставить себя немножко, то есть, какой-то самоорганизации, может быть, не хватает, вот у меня такое есть абсолютно точно, вот, потому что я всегда, вот это как раз тоже приоритетом, я всегда выберу не делать, если можно не делать, я выберу не делать, то есть, моя задача, ну, то есть, внутренняя можно не делать не буду все там двойку не поставят с работы не уволят все делать не буду есть есть такой да и если у вас не дай боже вот как у меня есть такая как бы черта ну и значил характера блин она чего то есть я или делаю в последний момент или я сразу кстати бывает делают у меня две вещи в или отдела в последний момент она уже приперла если можно вообще не делать я вообще не буду делать все мне организм отказывается работать но я нашла замечательную вещь да и и тоже своим ученикам всегда рекомендую да если вы знаете что вы за сами себя заставить не можете ну то есть или это прям реально вам тяжело да то мы прямо нанимаем человека который ну тренер фитнесе все знают как все же знаю да что можно же прийти фитнес-клуб и заниматься там самостоятельно да есть программы да и даже они у меня есть я даже скачивала даже покупала за деньги ну вот даже я могу в клуб зайти да буду я заниматься не факт схожу в сауну наверное все ну да то есть и поэтому мы планомерно сами 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 ставим себя в такие условия чтобы блин все таки спортом позаниматься или уроки поделать там еще что тортики поделать вот вот у юли большаковой например то бросить работу но я не я не знаю ты бросала ли работу мне кажется ты плавно перешла ну да ну то есть как бы и торт единственный источник дохода хочешь жрать будешь крутиться да ну то есть такой момент вода но то есть смысл нанять до тренера который будет тебя тренировать и поэтому когда мне спрашивают что делать я не могу учиться онлайн я говорю твой выход вообще-то оффлайн тогда просто реально хочу тренер за меня тренировал было можно я вообще тело отдам вы его потренируете и мне принесете вообще отличный вариант просто супер это как смотреть мастер-классы можно я посмотрю мастер-класс и научусь меня девушка одна такая оля я посмотрела ваш вебинар мне быть сертификат что я прошла курс игра вы сделали нет вот это примерно то же самое да но короче если вы знаете что у вас вот такая замечательная ну как сказать не болезнь особенность особенно зона роста зона роста сейчас все зона роста говорят то ваш выбор вообще просто в при то есть когда вы это знаете на ваш выбор просто не онлайн вот про реально не онлайн то что это будет реально впустую потраченные деньги разочарование и отсутствие результата опять разочарование и я не кондитер все пошло все в жопу и так далее года наш выбор реально очные курсы вот и если есть возможность конечно же добро пожаловать ко мне в москву если нет возможности ищите у вас на местах все равно есть кондитер кондитеров сейчас миллион килотонны все подряд преподают и вот когда ты уже пришел на занятие когда ты уже блин здесь сидишь понимаете вот когда ты здесь сидишь ты уже в любом случае будешь делать потому что я тебе в руки да я тебя ну как заставлю тут чтобы все делал ты тоже будешь делать и вот в таком случае ты абсолютно точно научишься потому что здесь это безвыходная ситуация когда-то давным-давно у меня приехала девочка оля из перми сергеева вот и она такая говорит что оль я точно знаю что я просто дома ничего делать не буду ничего не буду можно ли актив приеду на на все курсы которые у тебя есть она взяла отпуск на работе приехала в москву вот я по-моему рассказывала она мы тогда были на дмитриевского дмитриевского дом 3 москве ну кто знает привет привет вот и она тогда обошла весь дом она взяла она взяла кредит отпуск на работе приехала в москву сняла по-моему, хостел, что ли, или отельчик какой-то недалеко, и пошла искать, где мы находимся. Она приехала на месяц. И пошла искать, где мы находимся. Тогда не было вот этих больших 10-дневных курсов. Соответственно, и она обошла весь дом и не смогла нас найти. Хотя у нас 5 окон с баннерами во все окна. Огромные баннеры с тортиками, с мишками, с логотипами. Она не нашла. Я даже не представляю, что она пережила в тот момент. Она звонит, я вас найти не могу. Я говорю, так, идем туда, смотрим туда, видим. Она такая, заходите. Да нет, я завтра приду на занятия уже. Так это я к чему вам рассказываю? Что люди готовы. И она понимает свой минус, что она сама не будет. Она сама не сделает. Именно тогда я поняла, что нужно делать именно для приезжих. Нужно делать именно для тех, кто, например, работает постоянно. То есть в будни, в обычное время вы вообще не можете. Нужно делать в празднике, нужно делать большой курс. Тогда вот, кстати, у меня родился, это был новогодний, первый новогодний был у меня курс. Сейчас, подожди, 10-11, в 12, в 12 или в 13 году он родился. Первый раз был проведен большой новогодний курс. То есть я посмотрела, какая была программа. Тогда было меньше программы, меньше, чем сейчас. И со 2 по 12, раньше было по 11, сейчас по 12, потому что один выходной. По 12 число в Москве уже сколько времени проходит большой новогодний курс. В этом году, кстати, он тоже будет, будет здесь в Москве. Но я раньше брала больше народу, сейчас 6-8. 8 это прям предел. Скорее всего, будет 6 человек. И места уже разбирают. И задача какая? Первое, не просрать праздники. Второе, есть на кого оставить детей. Третье, вы, скорее всего, будете отдыхать в это время. Потому что в обычное время, помним, нет вот этой возможности, нет вот этого времени, когда ты можешь взять и заняться чем-то. Потому что ты, блин, постоянно занят. Ты, блин, постоянно что-то делаешь. Ты, блин, постоянно, я не знаю, то дети, то семья, то школа, то еще что-то, то работа, и так далее, и так далее. Да, у нас курс там до 12-го, да, и получается, что ты там несколько дней, ну, как бы, или за свой счет, или больничный берешь. Ну, потому что там, иначе не влезаем мы. 10 дней программы и один выходной. Раньше занимались без выходного, но там вообще подохнуть. Сейчас я посмотрю, что вы пишете. Вот. Лена пишет, что ты, говорит, про меня рассказываешь. Каждый день гоняла из Подольска, потому что не умею заниматься онлайн. Я также, кстати, я тоже, я сама себе, то есть я о себе, кстати, всегда хорошо думаю. Я думаю, что, бля, я справлюсь. Я сделаю, я звезда, у меня сила воли, я, блин, бизнес построила, я буду заниматься, по правде хер. Ну, то есть, как только доходит до дела, и опять же, если это не грозит ничем мне, да, если это там, ну, то есть, то я не буду делать. Вот. Я для себя это просто, я для себя это поняла. Что у меня уходит время, это, ну, кстати, вот сейчас ближе к 50, я уже такая, ну, годам имеется в виду, я такая понимаю, что, блядь, время-то осталось не так много, да, в 20 об этом не думаешь, в 30 не думаешь, кстати, в 40 не думаешь. Это вот именно возрастное. Уходит время, сейчас я еще год-два опять проволаннуюсь, опять не сделаю это, не сделаю это, и типа, смысл был, да, вот, это к вопросу там про дешевле, или там еще что-то, не всегда цена решает. Вот. Вот. О, смотри, смотри, у нас там. Сейчас, подожди, подожди, подождите, 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 подождите мы сейчас, подождите, вот эту вот девушку, тут классная такая. Сейчас, тут у нас тут с хуями девушка зашла. Господи, подождите, удалю. Удалю я. Подождите, удалю. А то, блин, тут прям, я уж прям испугалась. Подождите, там столько все написали. Подождите, подождите. Ха-ха, не успела. Да, подожди, подожди, я заблокировала. Подожди, я заблокировала, я еще удалю сейчас комментарии, потом в этой, в компьютерной версии удалю, потому что там не все удаляется. Ха-ха, эй, да. Ну, кому чего, видите? Давай сделаем. Ой, солнце мое. Короче, понятна задача, да? То есть, именно так у меня родился большой курс, когда вдруг я поняла, со стороны я увидела, да, что человек, когда он реально осознает свои особенности, свои, ну, как проблемы, не проблемы, да, особенности психики, вот, да, и это нормальная человеческая психика. Ну, я точно вам говорю, что дома можно заняться, заниматься спортом. Есть кто дома занимается спортом? Понятно, да? Дома вообще, то есть, дома диван и телевизор, какой нахрен спорт? Никакого. Дома можно поесть, там еще холодильник есть. Если нет поесть, я приготовлю. Я готовить люблю, кстати, мне нравится. Вот, да? Ну, то есть, понятно, да, значит, поэтому мы ходим в спортзал, но этого тоже недостаточно. Мы еще нанимаем тренера, да, то есть, или там еще что-то, да, для того, что здесь такая же ситуация. И если вы знаете за собой, что у вас, например, с этим реально сложности, то, пожалуйста, огромнейшая просьба, не теряйте время на онлайн. Несмотря на то, что онлайн, у меня нормальный онлайн, это и на их онлайн не теряйте время. Большаков пишет, спорт дома нереал. Ну, вот я об этом же. Вот, и для, и, короче, смысл в том, что и курсы дома для многих, да, это нереально. Вот что. Это нереально. Ну, вот, да? И именно поэтому наш выбор, это просто нанять себе педагога. Если есть возможность, конечно же, я жду к себе. У меня в Новый год этот вот курс. И специально для тех, кто не может ни в какое другое время. Или вы Москва и области, вы просто в будни вообще никак не попадаете, потому что у меня тут вечерка по будням занимается. Вот, Или если вы из другого города, то это прям ты приезжаешь в Москву на новогодние праздники, занимаешь помещение. Ой, в смысле, как это у людей называется-то у нас помещение. У людей как? Квартиру, Комнату, там, не знаю, гостиницу. Вот, да? И спокойно занимаешься. Потому что в большом курсе у меня, например, все от начала до самого конца. Все-все-все-все есть. Все-все-все-все-все. Там, не знаю, программу рассказывать. Кому-то интересный программ. Давайте программу расскажу. Че, что-то раз разошел разговор про большой курс. Вот. Смотри, Юра воходит. Ну, значит, тебе можно и онлайн заниматься. Все. Ты ко мне не едешь. Ха! Все. А все остальные едут, походу. Большакова, ты тоже не едешь, ты так все знаешь. Ну, вот. Так, ну, давайте в двух словах расскажу. Вот. Да, в двух словах расскажу. Опять же, ну, в записи вдруг кому-то понадобится. Так, смотрите. Программа вообще менялась. То есть, я вообще в 10-дневный курс забиваю все курсы от начала. То есть, имеется в виду, что вы пришли, ну, дома пробовали печь шарлотку, она у вас там плюс-минус, ну, должна хотя, она плюс-минус должна получаться, ну, хотя бы там, ну, хотя бы чуть-чуть. Вот. Но если не получается, то тоже окей. За 10 дней мы реально что успеваем сделать? Мы проходим все основные бисквиты, крема, как это собирать, начинки, как это компоновать между собой, сборка торта и здесь же простой декор. То есть, что можно украсить торт, чем там за 5-10 минут? Это там цветами, сладостями, зефирками, то есть там, понятно, да, ягодками. То есть, как это вообще компоновать, как это на торте укладывать. Потом мы проходим, у нас день есть про муссовые торты, какие муссы, технологии, как это все делать, чем поливать это все. Соответственно, велюр, этот самый глиссаж и самый прикол, что мы это все делаем, да, то есть там как происходит, то есть мы собираемся, вот здесь вот занятие, просто сейчас срач такой, я не хочу вам показать, давайте, ну, нет, не буду показывать. Ну, короче, вот здесь мы собираемся, сейчас подождите, сейчас переключу камеру, вот, это большой стол, типа вот, да, это большой стол, вот, ну, мало ли, вдруг там опять же кому-то в записи понадобится. То есть мы приходим, я раздаю бумажки, что мы будем сегодня делать, чуть-чуть так настраиваю, что там, какую-то теорию рассказываю, потом, соответственно, или каждый сам делает, или на командочке небольшие разбиваем, то есть взвешивайте ингредиенты, потом мы готовим это, потом готовим то, там, и так далее, и так далее. Вот, короче, у нас обычные торты входят в программу, муссовые торты входят в программу, низкокалорийная выпечка, я ее ненавижу, но я обязана вам дать, потому что кондитеры пятого разряда типа должны ее знать. Вот, то есть там ограничение в питании, безглютеновое, низкокалорийное, правильное питание, и там всякие болезни, диабетики и так далее. Вот, потом, соответственно, у нас по декору с вафельными цветами работаем, малазийская техника, это работа с кремом, с насадками, фасмастикой работаем, лепка небольшая, как торты обтягивать, потом на этом курсе мы делаем большой свадебный торт один на всю группу, печем, обтягиваем, сборку проходим, и проходим, какие техники чаще всего в свадебной, то есть оборки, роспись, золочение, тиснение, вот это вот все мы проходим, короче. Вот, и заканчивается курс сладким столом, большой в любой теме, в которую мы выбираем, и там мы печем все-все-все мелочевку, и макаронс, и зефир, и кикпопсы, и там все-все-все-все, мелкое-мелкое-мелкое, все, что вообще у нас в принципе есть. Вот, то есть за 10 дней с нуля, да, до свадебной, а, еще 3D-антигравитация, точно-точно, еще у нас перед концом есть торт, на котором надо поучиться вырезать все-таки, да, неровной формы делать торт, вот, да, поработать со сложной подставкой, вообще с подставкой, как с ней делают, вот, да, и сделать торт в виде чего-то, то есть чаще всего это или котик на хвостике, или динозаврик тоже на лапках внизу стоящих, потом выкладывала я там баба, на весах стояла жирная такая, ну, видели, да, вот это вот все такое, да, то есть такой торт, это прям каждый сам делает такой тортик, ну, вот, то есть задача курса с нуля дать максимум знаний, да, максимум, чтобы вы спокойно делали любые торты, и здесь дальше следующий вопрос, кстати, всегда, типа, что вы реально научиться за 10 дней, нет, по-честному, вы сделать сделаете, программу пройти пройдете, рассказать я вам расскажу, потому что я рассказываю, это моя сильная сторона очень хорошо, именно, очень хорошо базу даю, прям базу, вот, да, но отработать руками, конечно, не отработаете, именно поэтому у меня для всех курсов, и для этого в том числе, год техподдержки, то есть целый год вы можете мне задавать любые глупые вопросы, вот, вообще по правде и дольше, я буду отвечать и вас вести, понятно, да, чтобы у вас дальше все пошло, потом на этом 10-дневном курсе еще, кстати, всегда спрашивают про бизнес, потому что, ну, в принципе, если ты приезжаешь, если там 50-60-70 тысяч уже отдаешь, то извиняюсь, конечно, да, ты, ну, в основном это инвестиция в бизнес, чтобы дальше открывать уже собственный бизнес и так далее, вот, понятно, так, дальше, что у нас тут, что пишут, какое печенье лучше в зефиро-сэндвич? Отличный ты вопрос задаешь мне, как раз по теме нашего эфира, мотивация, мотивация, как делать то, что не можешь делать, какое печенье делать в зефиро-сэндвиче? Не знаю, я делаю печенье по двум рецептам, один из них у меня выложен в бесплатном тарте, а второй, я делаю такой, ну, странный, короче, рецепт, вот, поэтому не смогу тебе подсказать, в принципе, любая песочка, что она прям размокает, чем-нибудь заизолируй, чем-нибудь, шоколадкой, может, тогда не будет размокать, но это мое личное мнение, вот, дальше, короче, на новогодний курс, давайте закончим про новогодний курс, на новогодний курс ограниченное количество мест, ограниченное количество мест, потому что у меня, ну, сейчас уже как бы внимания не так много, да, сил не так много, чтобы каждого полюбить, то есть 6-8 человек, это прямо, 8 это прямо максимум, сколько вообще возможно, вот, соответственно, в стоимость курса включено все, все инструменты, все ингредиенты, наразовые фарточки, там, бахилы, все-все-все, перчаточки, инструменты, продукты, все, что мы делаем, вы все уносите, ну, или домой, или, ну, соответственно, куда-то, да, где вы, вот, соответственно, дальше на этом курсе я кормлю обедами, то есть обеды включены у нас с вами, вот, да, и по окончании все получают диплом о профессиональной переподготовке кондитер пятого разряда, вот, вы знаете, что такие дипломы приравниваются к вышке, да, то есть, ну, типа высшее, ну, не высшее, конечно, типа, типа, короче, крутое образование, то есть у вас настоящий будет диплом гособразца у всех, кто попадет на этот курс, чтобы записаться, надо написать мне или здесь в комментариях, а лучше в личку мне написать или в личку группы, или в личку мне лично, да, написать, что типа, Оля, я хочу большой курс, вот, ну, и все, и дальше договоримся уже, там, оплата частями, или рассрочка, или банковская рассрочка, или еще как-то, понятно, что, ну, можно сразу все деньги, то есть это само собой, само собой разумеется, ну, вот, дальше, если вы не едете, да, куда-то, если вы в Новый год сидите дома, да, то тут такой важный момент, чтобы у вас, ну, как сказать-то, ну, время не просиралось, потому что вот мне даже майские праздники не так жалко всегда, потому что майские праздники, там уже тепло, там уже шашлыки, там уже какая-то весна, там, в принципе, подряд столько много не отдыхаем, а вот новогодние, особенно сейчас, да, это такое время, что вроде как бы особо никуда и не съездишь уже, вот, да, дома сидеть эти 10 дней, тоже как-то непонятно что, что-то дома сидеть перед компьютером, тоже не, понятно, да, бухать, ну, для кого-то может и выход, бухать 10 дней, а здесь шикарная альтернатива, да, получить новую профессию, весело, у нас вообще весело, на меня не смотрите, у нас вообще весело, провести, соответственно, весело, научиться новому, получить новую профессию, какой-то пинок под зад, начать жить заново, не знаю, там, как-то обрести, над головой счастье, у меня была ученица, кстати, Катунцева Ирина, привет, если ты меня смотришь, ну вот, она говорит, Оль, у тебя курс вообще не про торты, у тебя курс про веру в себя, у тебя курс про познание своих возможностей, у тебя курс про то, что все возможно, вот, там Акименко тоже пишет, все возможно, да ведь, все, вот реально все возможно, если ты даже приходишь, и даже ты вообще ничего не делаешь, у тебя какое-то, не знаю, другое ощущение появляться того, что все возможно, и это свойство тоже, ну вообще, как бы, и в группе, и то, что когда есть преподаватель. Потому что когда ты сам с собой в онлайне занимаешься, ну как бы ну я тебе скажу все возможно, ты молодец, но это не так. А когда вот ты прямо делаешь, тебе прямо там поправляют, мне кажется, оно сейчас прикольнее. Так, сейчас почитаю почитаю комментарии. Оль, не знаю, по теме или нет, но здесь прошу. Ты точно быстро ответишь, правильно ли я делаю. Итак, хочу убрать из мелочевка, всю из прайса мелочевку и оставить тосты только от двух с половиной килограмм. Вот. И что тебя останавливает, скажи мне. Наш же бизнес-то, мы же его делаем. Да, вот. Например, почему мы на том же курсе, на большом, на любом у меня курсе, да, проходим все. Чтобы выбрать то, что вам лично, так жите, я уберу тоже вот эту вот девушку. Вот, да. Что у вас получается, что вам нравится делать, да. И это делаешь. Не чтоб ты дома сам это как-то там пробовал, да, а чтоб ты под руководством посмотрел и ты знал сразу, это мне нравится, это мне не нравится. Вот. Зачем? Да потому что наш бизнес, наш бизнес, это наше детище, это наша придумка, это мы это придумали и сделали. И это ты, Леночка, решаешь, какой у тебя бизнес. Что ты делаешь? Ты делаешь маленькие штучечки, большие штучечки, только там, не знаю, с мастикой, только без, только с ягодками, только муссовые, от 5 килограмм, от килограмм, только бента. Там вот я видела недавно в этом, в инстаграме, сырнички девочка делает, сырнички. Вот. Мальчик там делает бентики, только бентики. У него там что-то в день по 10 бентиков. Он раскручивается, если что, в инстаграме, кстати, да? Вот. Понятно, да? То есть без проблем, пожалуйста, дома по правде, чем больше торт, тем выгоднее его делать. Потому что ты примерно тратишь одинаковое количество времени. Понятно? Вот. Примерно там продукты, там не такая большая разница, вот, да? На декор уходит примерно такое же количество времени, да? Денег ты получаешь на килограмм больше, получается, да? То есть там 2000 если за килограмм, то 4 или 6. Но есть разница большая. Вот, да? И у меня был сначала, не было минимума в килограммах. Сейчас я подожди вспомню. Потом у меня был, не было минимума, я просто делала торт. Ну, то есть, торт, чё вы! Вот. Потом у меня было от 2 килограмм, и где-то, наверное, через год, ну, это был 2010 год, понимаешь, да? Вот, я сделала от 3 килограмм заказ. Вот. И дома, да, ну, 2 или 3 килограмма, там прям приличная разница. Вот. Это есть смысл делать, когда у тебя уже, да, хотя бы 20 заказов в неделю, нет, не в неделю, в месяц, в месяц есть 5 в неделю. Если есть 20 заказов в месяц, значит, у тебя уже первое получается, у тебя хорошо идёт, значит, да, реклама, привлечение новых клиентов, да, значит, нравится, то есть, понимаешь, да, там, тапками тебя не закидывают, и тогда есть смысл, да, уже немножко как бы, да, повышать или стоимость за килограмм, или количество килограмм, то есть стоимость торта как бы у тебя повышается, да, тогда есть смысл, да, конечно, конечно. Я поняла, что моё это торты с нормальным дизайном, с нормальным, конечно, с нормальным-то лучше. С них выклоп интереснее, боюсь, привыкну к мелочёвке. Мелочёвку продавай тогда отдельно, не продавай, продавай в довесок. То есть у тебя, например, да, может быть такая схема. Вам интересно вот это слушать, девочки? Потому что с Акиминкой можем долго это обсуждать, да? То есть у тебя может быть такая схема. Тебе заказывают торт, например, на праздник. Ты говоришь, отлично. Для детей, а взрослые чё? А если не будут, давайте мы ещё сделаем там каждому по три какой-нибудь фиговинки, чтобы они ещё домой унесли. А то, ну чё, торт они, если мало ли, сейчас не захочет ребёночек у них торт кушать. Кусочек, может быть, неудобно ему будет взять с собой. А вот, например, там набор перченинок, или там капкейки, или ещё что-нибудь, или кикпопсики в упаковке, ему прикольно будет домой забрать. И ты можешь, в принципе, делать мелочёвку, если это тебе нравится. Ну, просто не продавать её отдельно, а продавать как бы добивку, если пойдёт. Вот. У меня третий муж очень хорошо это продавал. Он почти к каждому торту продавал ещё набор капкейков. Серьёзно. Вдруг кому-то торт не надо, капкейк с собой, ну, типа, в карман взял. Ну, не так, конечно, но смысл, да? То есть, типа, прикольнее. Ещё бывает, что дети разберут торт и заляпают себе, а взрослые чё? Взрослым, вот, чтобы эти вот говняшки эти не доедать, взрослым, типа, капкейки можно продать. Ну, то есть, понятно, да, смысл? Вот. Пишут, что интересно, да? Вот. Ну, то есть, когда есть заказы, когда уже всё, ну, работает, там уже, там уже прикольнее, там уже можно помощников нанимать, там бизнес строить, там по-другому там позиционироваться. То это я частный мастер, то кондитерская, то авторские торты, то ещё что-нибудь. Там уже прикольно. То там тексты такие, то тексты сякие, там реклама, там уже таргет можно запускать. Там вообще я хорошо, личный помощник, там, и так далее. Вот. У нас проблема-то не в этом. В основном проблема – это вот прям стартануть. Вот, да? И сейчас просто я понимаю, да, по отзывам, реально много пишут. Или проблема вообще даже к курсу, вот, понятно? То есть, даже до курса ещё не дошли. До обучения ни до какого не дошли. Вот прямо вот тут вот. Или вроде как-то поучились чуть-чуть, стрёмненько, да? И вроде как надо уже продавать денежки. Вот тут вот начинает тормозить. И до меня просто доходит, реально доходит, что проблема одна и та же везде. Она реально одна и та же проблема. Это отсутствие вот этого первоначального какого-то пинка. Да? И этот пинок самостоятельно сделать можно. Помните, да? Это выспаться. Наладить режим сна, отдыха и там выходных. Да? Соответственно, выделить прямо время. Но если даже это не помогает, то ты прям нанимаешь себе педагог. И это реально ваш выход. Вот. Да. В противном случае вы всю жизнь будете жить вот этой иллюзией, что я сейчас начну. Иллюзией, что сейчас всё пойдёт. Иллюзией, что сейчас, 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 вот сейчас, вот ещё чуть-чуть. Это я сейчас ленюсь. Сейчас я высплюсь. Подожди, ещё два дня. Нет, сейчас я болею. А сейчас у меня наладится. Вот сейчас наладится. Понятно? Ты будешь всю жизнь жить иллюзией. По сути, как бы откладывать свою жизнь. Это просто такое тоже, знаешь, сейчас забитое выражение. Откладывать жизнь на потом. Не откладывай. Синдром отложенной жизни. Ну вот, ну это реально так. Понятно, да? То есть ты как будто бы, да, всегда в предчувствии, а оно не наступает. Ну то есть, а это нехорошо. Да? Потому что, типа, а нахера тогда всё это вообще? Зачем вот это вот всё? Вот. Ладно. Вообще, я хотела сегодня недолго разговаривать, да. Вот. И хотела поделиться вам ещё тоже своим откровением. Вообще, хотела позвать на новогодний курс, да, кто планирует. Можно вопросы задать мне. То есть ссылку я сброшу, подробную программу расскажу. Соответственно, про рассрочку договоримся. Всё сделаем. Вот. А хотела поделиться откровением своим, что вы знаете, да, что Илон Маск, про Илона Маска сейчас поговорим, да, пропагандирует такую теорию о том, что мы живём с вами в виртуальной реальности. Вот. И всё было бы хорошо, если бы ещё несколько учёных пришли к такому же выводу. И я такая сижу и думаю, нет, всё хорошо. Если я, предположим, компьютерный герой, компьютерный герой, то какого хера? Да, то есть ли у меня ещё, за меня кто-то играет вообще? Или я что, сама тут осталась? Это мысль первая. Типа, я что, сама должна всё делать? Ну вот, понятно, да, мысль моя? Вот. А вторая мысль о том, что хорошо, если мы… Ну, то есть меня напрягает, что они умные, они прям к таким мыслям приходят. Если вдруг это всё равно, ну, там, плюс-минус правда, то, значит, есть какие-то правила, компьютерные все программы построены по чётким правилам, да. Есть какие-то правила, соблюдая которые, ты по-любому достигнешь нужного результата. И это я про вес, кстати, вот это самое. Я такая думаю, так, какие я правила не соблюдаю, да, что я не достигаю нужного результата. И такая говорю, Оля, а что ты сама себя спрашиваешь-то? Ты просто много жрёшь. Это правда. И здесь в бизнесе то же самое. То есть если предположить, что есть какие-то правила, а они есть, да, то просто соблюдая эти правила, твой успех неизбежен. Потому что Илон Маск думает, что это компьютерная, понятно, виртуальная симуляция жизни. А это значит, мы все подчинены этому коду. И вопрос не в том, верите вы это или не верите. А в том, что если даже принять это на веру, то получается всё равно, делая действие, ты придёшь к результату. Не делая, не придёшь. Делая, придёшь. Понятно? Всё. И тут как бы надо вдруг осознать, что, бля, я ж не делаю ни хера. Я же жду, чтобы... Ай-ла-ла-ла-лей. Всё, она сама привалится сверху. А она не валится, блин, сверху. Ну вот. Наташа говорит, что тоже, дочка говорит, что нами кто-то играет. Даже если играет, в любом случае, помним, да, любая игра, она подчинена своим алгоритмам. Вот, значит, есть правила. И мы об этом с вами, кстати, довольно часто слышим о том, что есть правила бизнеса, есть правила похудения, есть правила развития соцсетей. Вот. И тут надо просто... Вот до меня, знаете, прям, это моё открытие. У вас может его не быть, просто оно у меня есть. То до меня дошло, что, блин, это же правда так, что если ты... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok